В Москве ежегодно проводится немало крупных соревнований по бальным танцам. Среди них турнир «Русский кубок». В этом году он проходил в четвертый раз. Место проведения – спортивный комплекс игровой Центрального спортивного клуба армии. Программа турнира достаточно насыщена и разнообразна. В различных состязаниях участвуют как любители, так и профессионалы. И, конечно же, особое место отведено совсем еще юным танцорам. Организаторы сумели превратить эти соревнования в красочный фестиваль музыки и танца. Каждый раз мы делаем сюрпризы для наших гостей, для зрителей. Один раз у нас был медведь, делал представление. Да, нас поэтому здесь, в этом комплексе, запомнили, а это те ребята с медведем. Также мы сами, организаторы, втроем. Мы всегда танцуем шоу для наших зрителей. Каждый начинающий танцор для себя решает, станут ли бальные танцы увлечением для него, или он хочет регулярно тренироваться и выступать. Тот, кто решил, что занятие танцами – это всерьез и надолго, может без проблем продолжить обучение и со временем стать настоящим профессионалом. Группы достаточно разнообразны от категории детей до категории профессионалы. Как правило, в ранге этого турнира проходили и чемпионаты России среди любителей, и чемпионаты среди профессиональных исполнителей. Четыре года – это достаточно большой срок, некоторые перешли уже во взрослые исполнители, некоторые – зенеров, в молодежь и, в принципе, так далее. Но оценить на данный момент пока сложно, но пока все идет по плану, будем так говорить. Почему танцуют люди? Наверное, потому, что танц – это прекрасный способ окунуться в атмосферу праздника и беззаботности, уйти от проблем и забот хотя бы на несколько часов в неделю. В танцевальных клубах люди часто встречают новых друзей, а кто-то находит здесь и свою любовь.